Федеральный судья в Техасе временно заблокировал распоряжение Джо Байдена о прекращении депортации некоторых иммигрантов на 100 дней. Окружной судья США Дрю Тимптон, назначенный бывшим президентом Дональдом Трампом, издал 26 января временный запретительный судебный приказ, заблокировав политику Байдена по всей стране на 14 дней, после того, как генеральный прокурор Техаса Киан Пакстон обжаловал его в суде. Приказ является неудачей для администрации Байдена, которая предложила далеко идущие изменения, включая план легализации около 11 миллионов иммигрантов без документов, нелегально проживающих в Соединенных Штатах. На прошлой неделе администрация также издала приказ о прекращении строительства всех стен на границе между США и Мексикой. В течение четырех лет пребывания у власти бывшего президента Дональда Трампа, демократы и иммиграционные активисты часто подавали иски в попытке остановить строительство пограничной стены. Что касается иска Пакстона, вполне вероятно, что республиканцы могут поступить так же, особенно с сотнями судей, назначенных Трампом во время пребывания у власти. Пакстон приветствовал победу, заявив в Твиттер. «Техас – первый штат в стране, который возбудил иск против администрации Байдена, и мы выиграли. В течение шести дней после инаугурации Байдена Техас сверг его незаконное решение приостановить депортацию. Это было крамольным восстанием левых, сказал республиканец. И моя команда, и я остановили это». Дэвид Пикоски, исполняющий обязанности Министерства внутренних дел безопасности, 20 января издал директиву, предписывающую властям сосредоточить внимание на угрозах национальной и общественной безопасности, а также на всех, кто был взят под стражу после незаконного въезда в США после 1 ноября. Администрация Байдена утверждала в суде, что иск Пакстона не имеет исковой силы, поскольку уходящая администрация не может передать эти полномочия новой администрации. Пикокский сказал, что замораживание депортации позволит ДХС гарантировать, что его ресурсы будут направлены на решение наиболее серьезных проблем, с которых сталкиваются Соединенные Штаты. «Это включает в себя неотложные оперативные проблемы на юго-западной границе в разгар самого серьезного глобального кризиса общественного здравоохранения за столетия», добавил он. «В течение этого промежуточного периода будет продолжать обеспечивать соблюдение наших иммиграционных законов». Одним розчерком пера президент Байден сделал эту страну менее безопасной, сказал бывший комиссар США по таможне и охране границ Марк Морган. «Это чистая политика важнее общественной безопасности». Кроме того, член Конгресса Демократической партии подтвердил, что строительство пограничной стены вдоль границы США и Мексики было остановлено 26 января в соответствии с одним из приказов Байдена.